Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Вирджиния Вулф Орландо Перевод Елены Сурец Посвящается Витя Секвел-Уэст Глава первая Он, потому что пол его не подлежал сомнению, вопреки двусмысленным ухищрениям тогдашней моды, был занят тем, что делал выпады кинжалом возле головы мавра, покачивающейся на стропиле. Была она цвета старого футбольного мяча, и почти от него неотличима, если бы не впалые щеки да скупые прядки сухих и жестких волос, как пух на кокосе. Отец Орландо, или, может быть, это дед, снес ее с сожженных плеч язычника, увидевшего свет в диких пустынях Африки. И теперь она непрестанно и нежно покачивалась от ветра, задувавшего в чердачные комнаты гигантского замка, который принадлежал отсекшему ее лорду. Про отцы Орландо скакали верхами по полям Асфаделей, и по кремнистым полям, и по полям, омываемым чуждыми реками, и немало сносили голов самого разного цвета со множества плеч, и привозили их домой, и вешали на стропилах. Орландо поклялся, что продолжит дело предков. Но покамест ему было только шестнадцать, и еще не дорос. Его не брали с собой скакать по Африке или Франции, а потому он тайком ускользал от матери, от павлинов в саду, поднимался на чердак и там бросался в битву, рубил и резал воздух клинком. Иногда он рассекал веревку, и тогда голова с глухим стуком падала на пол, и приходилось снова ее привязывать, из рыцарских побуждений крепя почти в недосягаемости, так что враг победно скалился на него черным и ссохшим ртом. И голова качалась, качалась, потому что дом, в верхнем этаже которого жил Орландо, был так громаден, что ветер навеки попадался в ловушку и метался по чердаку, не находя выхода, зимой и летом. Предки Орландо были высокородны, всегда, с тех пор, как они были вообще. Они поднялись из северного тумана в коронах перов, и полосы тьмы на полу не оттого ли так графили желтую заводь, что солнце вливалось на чердак сквозь просторный герб витража. Орландо сейчас стоял в самом центре желтого геральдического леопарда. Когда он положил руку на подоконник, чтобы отворить окно, рука стала красной, голубой и желтой, как крыло бабочки. И любители символов, охотники до их расшифровки, могут взять на заметку, что тогда, как прелестные ноги, стройное тело и отличный разворот плеч Орландо окрасились всеми геральдическими оттенками, лицо его, когда он отворил окно, озарялось исключительно самим солнцем. Более светлого, строптивого лица вы себе и представить не можете. Блаженна мать, которая произвела такого на свет, еще блаженней описывающей его жизнь биограф, ей никогда не придется печалиться, не ему нуждаться в услугах поэта или романиста. От подвига к подвигу, от победы к победе, от должности к должности будет следовать герой и его летописец за ним, покуда не достигнут оба того положения, которое явится вершиною их мечтаний. Орландо, судя по внешности, был в точности создан для подобного поприща. Розовые щеки подернулись персиковым пушком. Пушок над губой всего лишь чуть-чуть загустевал по сравнению с пушком на щеках. Сами губы были резко очерчены и слегка изогнуты над безупречным рядом мин дальнейшей белых зубов. Без сучка и задоринки был задорно-стремительный нос. Волосы темные и маленькие тесно прижатые к голове ушки. Жаль, однако, что сей перечень юных совершенств будет не полон без упоминания о лбей и глазах. Жаль, что люди редко появляются на свет лишенными того и другого. Ибо если мы взглянем на стоящего у окна Орландо, мы вынуждены будем признать, что глаза у него были, как фиалки в росе, громадные, будто переполненные их расширяющей влагой. А лоб, как мраморный купол, зажатый меж миндально-гладких висков. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза, и мы уже захвачены восторгом. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза, мы вынуждены будем признать тысячи сомнительных вещей, мимо которых обязан скользить всякий уважающий себя биограф. Увиденное его раздражало. Например, его мать, весьма прекрасная собою дама в зеленом, направляющаяся кормить павлинов в сопровождении твичет своей горничной. Увиденное его восхищало. Деревья, птицы. Влюбляла в смерть. Вечернее небо. Снижающиеся грачи. И, взлетев по спиральным ступенькам мозга, а мозг был вместительный, увиденное, смешавшись с садовыми звуками, треск деревьев, стук топора, вызывало в нем разгул и сумятицу чувств и страстей, которые ненавидит всякий уважающий себя биограф. Продолжим, однако. Орландо медленно втянул голову в плечи, сел за стол и, с отвлеченным видом человека, привыкшего делать это ежедневно в определенный час, вынул тетрадь, озаглавленную «Этельберт. Трагедия в пяти актах». И обмакнул старое испачканное гусиное перо в чернильницу. Скоро он наморал страниц десять стихов. Мысль его, очевидно, была быстра, но абстрактно, порог, преступление, нужда были персонажи драмы. Король и королева правили неозначаемыми территориями. Ужасные замыслы их поглощали, благородные чувства снедали. Ни слова не говорилось так, как сказал бы он сам, но все выворачивалось с быстротой и ловкостью, которые, учитывая его возраст, ему еще не исполнилось и семнадцати. И тот факт, что шестнадцатому столетию оставалось скрипеть еще несколько лет, были поистине замечательны. Но вот, наконец, он запнулся. Он, как все и всегда молодые поэты, описывал природу. И чтобы как можно точнее передать оттенок зеленого, он взглянул, проявляя незурядную смелость, на сам зеленый предмет, которым в данном случае оказался лавровый куст у него под окном. После чего, разумеется, о писании уже не могло быть и речи. В природе зеленое — это одно, и зеленое в литературе — другое. Природа со словесностью не в ладу от природы. Попробуйте-ка их совместить. Они изничтожат друг друга. Оттенок зеленого, который разглядел Орландо, сразу нарушил рифму, сломал ему метр. Но природа еще и не на такое способна. Взгляните только в окно. На пчел между цветов, на зевнувшего пса, на солнце, клонящееся к закату. Только подумайте. Много ли мне суждено еще увидеть закатов и т.д. и т.п. Мысль чуесчур известная, чтобы приводить ее здесь целиком. И вы уроните перо, схватите плащ и выскочите из комнаты, споткнувшись при этом расписной сундук. Потому что Орландо был чуточку неловок. Он старался никого не встретить. Стабс, садовник, шел по тропе. Орландо прятался за деревом, пока тот не прошел мимо. И скользнул к боковой калитке. Он обходил стороной все конюшни, все псарни, пивоварни, плотницкие, бани, все места, где вытопляли воск, забивали скот, ковали подковы, точали сапоги, ибо замок вмещал в себя целый город, гудевший людьми, занятыми разными ремеслами. И никем не замеченный, он вышел на заросшую, бежавшую вверх по холму тропинку. Есть, наверное, связь между свойствами. Одно тянет за собой другое. И биограф обязан тут привлечь свое внимание к тому факту, что неловкость часто бывает связана с любовью к уединению. Раз он споткнулся о сундук, Орландо, конечно, любил уединенные места, просторные виды, любил чувствовать, что он один, один, один. И после долгого молчания он, наконец-то открыв уста, выдохнул. Я. Один. Он очень быстро пошел в гору через папоротники и кусты боярышника, спугивая диких птиц и оленей, и вышел к месту, осененному одиноким дубом. Это было высоко. Так высоко, что девятнадцать графств Англии были видны внизу, а в ясные дни и все тридцать, а то и сорок графств. В уж очень хорошую погоду. Иногда можно было увидеть Ла-Манш, неустанно кативший свои волны. Можно было увидеть реки и скользящие по ним лодочки, и плывшие к морю галеоны, и армады, а над ними пушечный пух, и дальний пушечный гром, и форты по берегам, и замки среди лугов, а там сторожевую башню, там крепость, и снова просторный замок, как у отца Орландо, огромный, как город, обнесенный стеной. К востоку были шпили Лондона, городской дым. А на самом, наверное, горизонте, когда ветер дул куда следует, скалистая вершина и острые зубцы Сноудена сквозили между облаков. Минуту Орландо стоял, подсчитывая, разглядывая, узнавая. Вот замок отца. Вот дядин. Тетушкины. Те три башни между деревьев. Поля были их. И леса. Фазаны, олени и лисы. Бобры и бабочки. Он глубоко вздохнул и припал. В движениях его была страстность, заслуживающая этого слова, к земле, у корней дуба. Ему нравилось в быстротечности лето чувствовать под собою земной хребет, за каковой принимал он твердый корень дуба. Или, ибо образ находил на образ, то был мощный круп его коня. Или палуба тонущего корабля. Неважно, что, лишь бы твердая, потому что ему непременно хотелось к чему-то прикрепиться плавучим сердцем. Сердцем, тянущим в путь. Сердцем, которое наполняли тугие влюбленные ветры. Каждый вечер едва он вырывался на волю. Вот он и прикрепил его к дубу. И так лежал, покуда постепенно унимался трепет в нем самом и вокруг. Затихнув, повисали листочки, замирали олени. Останавливались летние бледные облака, затекали и тяжелели его члены. И он очень тихо лежал. И олени уже подступали ближе, и над ними кружились грачи, и ласточки, ныряя, припадали к нему. Голову близко-близко облетали стрекозы. Будто вся щедрость, все плодородие летнего вечера влюбленным наметом окутывали его тело. Через час, наверное, солнце быстро скатывалось к горизонту, белые облака тронуло быгрецом, холмы лиловостью, синевою лес и долины почернели. Протрубил рог. Орландо вскочил. Пронзительный зов шел из глубины долины, откуда-то из темноты, из тесноты, из лабиринта, из города, перепоясанного стенами. Он шел из недр собственного его величавого дома, темного прежде. Но пока он на него смотрел и одинокому рогу вторили все новые, все более настойчивые зовы, дом этот стряхивал с себя темноту. И вот уже засветился огнями. Были огоньки мельтешащие, поспешные, как когда слуги бегут по коридору на господский колокольчик. Были высокие, важные огни, какие горят в пустынности пиршественных залов в ожидании гостей. И еще другие огни ныряли, парили, тонули, взлетали, как и положено огням в руках слуг, когда те кланяются, преклоняют колено, со всей пышностью вводя в покой владычицу, высадившуюся из кареты. Кони трясли плюмажами. Пожаловала королева. Орландо никуда уже не смотрел. Он мчался вниз, метнулся в ворота, взлетел по винтовой лестнице, к себе. Чулки швырнул в один угол, куртку в другой. Он смачивал волосы, тер руки, полировал ногти, перед маленьким зеркалом при двух оплывших свечках натянул алые бриджи, надел плойоный воротник, тофтяной жилет, туфли с помпонами вдвое больше георгинов. Все за десять минут ровно по часам. Он был готов. Он был весь красный. Задыхался. Но он опаздывал ужасно. Срезая расстояние, он спешил изведанным путем по анфиладам, переходам, лестницам к пиршественной зале, расположенной через пять акров в другой стороне замка. Но как он не спешил, скользя мимо людских и девичьих, он вдруг остановился. Дверь гостиной миссис Стюкли стояла настежь. Без сомнения, сама она со всеми своими ключами побежала к хозяйке. Но там, за обеденным столом прислуге, перед пивной кружкой и листом бумаги, сидела брюзгшая, обшарпанного вида господин с грязноватыми манжетами и в темном домотканном платье. Он держал в руках перо, но не писал. Казалось, он перекатывал, примеривал в уме какую-то мысль, пока не приладит ее окончательно к своему вкусу. Глаза, выкачанные, застланные, похожие на странные зеленые каменья, он вперил в одну точку. Орландо он не видел. Как не спешил Орландо, он застыл. Уж не поэт ли перед ним, уж не стихи ли сочиняет. Расскажите мне, хотелось крикнуть Орландо, расскажите обо всем на свете, ибо о поэтах и стихах у него были самые дикие, самые нелепые понятия. Но как вы заговорите с человеком, когда он вас не видит? Когда он видит вместо вас людоедов, например, сатиров, а то и дно морское. А потому Орландо стоял и смотрел, как тот вертел в руках перо, и так эдак, и думал с неподвижным взором, и потом вдруг быстро набросал несколько строк, и снова поднял глаза. После чего, охваченный робостью, Орландо поспешил дальше и влетел в пиршественную залу как раз в последнюю секунду, чтобы броситься на колени, смущенно поникнуть головой и протянуть чашу розовой воды самой великой королеве. Из-за своей робости он видел только опущенную в воду руку, унизанную перстнями. Но и того довольно. Рука врезалась в память, тонкая, с длинными пальцами, как бы навечно округленными на скипетре или державе. Нервная, злая, нездоровая рука, повелительная рука, по манию которой слетает с плеч любая голова. Рука, как догадался он, соединенная со старым телом, которое пахнет шкапом, где меха блюдутся в камфорных шариках. И однако обряжена в парчу и жемчуга, прямая, как струна, несмотря на мучительную ломоту в суставах. Не сдающиеся, как бы не терзали его страхи. А глаза у королевы были светло-желтые. Все это он почувствовал, покуда посверкивали в воде великолепные перстни. А потом голову ему странно сжали. Чем, возможно, и объясняется тот факт, что он не видел больше ничего, хоть сколько-нибудь достойного внимания летописца. К тому же в мыслях его клубился вихрь противоположных впечатлений. Черная ночь и полыхание свечей. Обшарпаны господин и великая королева. Сонные поля и толкотня слуг словом. Он не видел ничего. Точнее, видел только руку. Королева из-за подобного стечения обстоятельств видела, вероятно, только голову. Но если можно по руке составить представление о теле, вмещающем все атрибуты великой королевы, ее вздорность, храбрость, ее хрупкость и безжалостность, то, разумеется, и голова стронной высоты, увиденная той, чьи глаза, если верить восковым персонам, в весминстерском аббатстве всегда глядели зорко, тоже поставляла достаточную пищу для умозаключений. Длинные локоны, склоненные перед нею, так смиренно, так невинно, разве не свидетельствовали о паре страннейших ног, на каких только стаивал когда-нибудь юный вельможа, о фиалковом взоре и золотом сердце, о верности владычицы и мужских чарах, всех тех чертах, которые старая женщина ценила тем сильней, чем меньше они оставались ей подвластны. Ибо королева постарела и прежде времени согнулась. В ушах ее вечно гремел пушечный гром. Перед глазами блистала то капля яда, то клинок. Сидя за столом, она прислушивалась и слышала канонаду со стороны ла-манша. Она вздрагивала. Что это? Ругань? Шепот? Невинность? Простота кажутся ей еще милее, когда их сопоставишь с адаким мрачным фоном. А потому в ту же ночь, если верить преданию, пока Орландо крепко спал, она, по всем правилам скрепив пергамент своей подписью и печатью, отказала огромный уединенный замок, прежде бывший в пользовании архиепископа, а потом и короля, отцу Орландо. Орландо всю ночь проспал в полном неведении. Королева его поцеловала, а он и не заметил. Но, может быть, кто разберется в женском сердце, именно его неведение и то, как он вздрогнул, когда ее губы коснулись его щеки, именно это все и удержало воспоминания о юном родиче, они были родня в сердце королевы. Так или иначе, не прошло и двух тихих сельских лет, Орландо едва успел сочинить каких-нибудь двадцать трагедий, всего дюжину поэм и десятка-два сонетов, как поступило известие, что королева ждет его в Уайт-холе. «А-а-а-а», сказала она, глядя, как он приближается к ней длинной галереей, «а вот и мой непорочный мальчик». В облике его сохранялась чистота, намекавшая на непорочность, тогда как слово в прямом значении было уже к нему неприложимо. «Приблизься», сказала она, прямая, как проглотившая аршина она сидела у огня. Она задержала его на расстоянии метра и мерила взглядом с головы до пят. Сверяла ли она те прежние наблюдения с увиденным теперь воочию? Подтвердились ли ее догадки? Глаза, рот, нос, грудь, бедра, руки? Все это она оглядела. И губы у нее явственно подрагивали. Но при виде его ног она расхохоталась вслух. Он был живой обращик юного вельможи. Да, но каков он изнутри? Она воткнула в него желтый истребиный взор, словно намереваясь насквозь пробуравить душу. Он не дрогнул, только зарделся, как дамасская роза, что ему очень шло и подобало. Сила, благородство, возвышенность мечтаний, безрассудство. Юность, поэзия. Она читала, как по раскрытой книге. Вдруг она стащила с пальца кольцо, сустав заметно вздулся, и, надев ему на палец, пожаловала его в камергеры и казначей. Потом наложила на него цепи службы и, повелев ему преклонить колено, привязала к стройнейшей части последнего усыпанный драгоценностями орден подвязки. Отныне Орландо ни в чем не было отказа. При торжественных выездах он горцевал рядом с королевской дверцей. Его отправили в Шотландию с грустным посольством к несчастной королеве. Он собрался уже отплыть на польские поля сражений, но тут его отозвали. Как могла она отдать на растерзание это нежное тело? Как допустить, чтобы эта кудрявая голова скатилась в пыль? Она держала его при себе. В час победы, в час высшего торжества, когда гремели пушки Тауэра и воздух так пропитался порохом, что впору нюхать его вместо табака, и толпы восторженно ревели у нее под окнами, она привлекла его к себе, к подушкам, на которые уложили ее фрейлины. Она была слаба, стара и вынудила уткнуть лицо в сей удивительный состав. Она уже месяц не меняла платье, от которого пахнуло, подумал он, вспомнив впечатление детства, но в точности, как из старого материнского шифонера, где держали меха. Он поднялся, чуть совсем не задохнувшись в этих объятиях. «Вот она, моя победа!» шепнула королева. И тут как раз взвелась ракета и облила багрянцем царственные щеки. Да, старуха его любила. Королева, которая умела распознать мужчину, хотя, как поговаривали, не совсем обычным способом, замыслила для него великолепную блистательную будущность. Ему дарили земли, отписывали замки. Он будет утехой ее закатных дней, целебным бальзамом, могучей опорой на склоне лет. Она расточала эти посулые, странные деспотические ласки. Они теперь были в Ричмонде, проглотив аршин в негнущейся парче сидя у огня, который, как его не раздували, все ее не согревал. А тем временем надвигались долгие зимние месяцы. Деревья в парке сковала холодом. Река уже с ленцой катила в воду. И вот однажды, когда выпал снег, и толпились тени в темных залах, и в парке трубили олени, она увидела в зеркальце, которое всегда держало при себе, боясь соглядатая, сквозь двери, которые всегда держало отворенными, боясь убийц. Как юноша! Нет, уже Лерландо целует девушку? О, Господи! Да кто же эта наглая вертихвостка? Вцепившись в золотую рукоять кинжала, она бешено хватила по зеркальцу. Зазвенело стекло, сбежались люди. Ее подняли и снова усадили в кресло. Но она так и не оправилась от этого удара. И покуда дни ее влочились к концу, часто сетовала на предательство мужчин. Возможно, Орландо и виноват, но в конце концов нам ли его судить? Век был елизаветинский, их нравы были не то, что наши нравы, ну и поэты тоже, и климат, и даже овощи, все было иное. Сама непогода, холод и жара, летом и зимой были, надо полагать, совсем, совсем иного градуса. Сияющий влюбленный день отворачивался от ночи так же четко, как вода от суши. Закаты были гуще, красней, рассветы аврористее и белее. О наших сумерках, межвременье, о медленной, скучно скудеющем свете не было тогда и помину. Дождь или хлестал ливмя, или уж совсем не шел. Солнце сияло, или стояла тьма. Переводя все это в область метафизики, как водится у них, поэты прелестно пели о том, как вянут розы, опадают лепестки. Миг краток они пели. Миг минует, и долгой ночью все уснут. Ухищрения теплиц и оранжерей ради сохранности летучих лепестков и мигов были не по их части. О вялых затеях и половинчатости нашего усталого и сомнительного века они понятия не имели. Во всем был напор. Цветок цветет, вянет. Солнце встает, заходит. Влюбленный любит, бросает свой предмет. И то, что поэты рекомендовали в стихах, юноши исполняли на деле. Девушки были розы, красота их была быстротечна, как красота цветка. Их следовало рвать до наступления темноты, ибо день краток и день все. А потому, если Орландо, следуя велению климата, поэта, в самого века, сорвал с подоконника цветок, когда на землю выпал снег, а рядом бдела королева, неужто мы его осудим? Он был молод, неискушен, он уступал природе. Что же до девушки мы не лучше королевы Елизаветы знаем ее имя. Дорис, Хлорис, Делия, Диана. Он всех по очереди их зарифмовал. Это могла быть знатная леди, могла быть и служанка. У Орландо был широкий вкус. Он любил не одни садовые цветы. Полевые цветочки, даже сорные травы равно пленяли его воображение. Здесь по обычаю биографов мы грубо обнажим любопытную черточку Орландо, объясняемую видимо тем фактом, что одна из его бабок носила фартук и подойник. Несколько крупиц кентской и сусокской грубой почвы подметались к тонкому изысканному току из Нормандии. Сам он считал, что смесь чернозема с голубой кровью вовсе не дурна. Так или иначе, он всегда тянулся к низкому обществу, в особенности из грамотеев, который мум так часто мешает выбиться в люди, будто подчинялся родственному зову. В ту пору жизни, когда в голове его вечно жужжали рифмы, и он редко ложился спать, не наморав предварительно какой-нибудь выспренности, шейка иной сокольниковой дочки, и смех лесниковой племянницы казались ему предпочтительнее, чем все обольщения придворных дам. А потому он повадился ночами к Whopping Cold Stairs и тому подобным местам, окутанной серым плащом, дабы скрыть звезду на шее и подвязку на колени. Там, с пивной кружкой в руке, под перестук шаров и кеглей, он слушал повести матросов о том, чего они понатерпелись в земле гешпанской, о том, как кто-то потерял палец, а кто, увы, и нос, ибо устный рассказ не всегда столь гладко и приятно закруглен, как занесенный в книжку. Особенно любил он слушать, как они горланят песни об Азорских островах, меж тем, как вывезенные оттуда попугайчики поклевывали кольца в их ушах, стучали твердыми жадными клювами по их перстням и сыпали столь же отборной бранью, что и хозяева. Женщины едва ли уступали этим птичкам свободу и манеры вольностью речей. Они взбирались к Орландо на колени, обнимали его за шею и, подозревая, что под его плащом скрыто кое-что незаурядное, спешили к доказательству своих догадок не меньше самого Орландо. Возможностей представлялось достаточно. Река рано оживала и допозна кишела яликами, барками и судами всякого разбора. Каждый день уходил в море какой-нибудь славный корабль, держа путь на Индию, а другой потемнел и под обтрепанными парусами с волосатыми чужаками на борту тяжко вваливался в гавань. Никто не спохватывался, если юноша и девушка валандались на реке после заката, не вскидывал бровь, едва молва заставала их в мирных сонных объятиях среди мешков с сокровищами. А именно такое приключение выпало на долю Орландо, Сьюки и графа Камберленда. День был жаркий, ласки бурный. Сон их смолил среди рубинов. Позже ночью граф, чьи богатства зависели во многом от рискованных испанских предприятий, один с фонарем пришел осматривать добычу. Он осветил бочонок и отпрянул, чертыхаясь. Бочонок обвивали два сонных духа. Суеверно от природы, имея на совести немало тяжких преступлений, граф принял парочку, обоих окутывал алый плащ, а груди сьюки были чуть не белее вечных снегов в орландовых стихах, задухов утонувших матросов, вышедших к нему из морской пучины с немым укором. Он крестился, он каялся. Строй богоделен вдоль шин роуд, и поныне ощутимый плод его минутного смятения. Дюжина неимущих приходских старух, и по сей час днем попивает чай, а ночью благословляет его светлость за кров над головою. Так запретная любовь на контрабандном судне, однако мораль мы опустим. Орландо, впрочем, скоро наскучил этой жизнью, и не только из-за отсутствия комфорта и убогости соседствующих улиц, но из-за грубых нравов простонародья. Здесь мы должны напомнить, что, не считая преступления, не обладали для елизаветинцев столь притягательной силой, какой обладают в наших глазах. Те вовсе не стыдились образованности, ничуть не считали, что родиться сыном мясника — удача, и что неграмотность — великая заслуга. Отнюдь не полагали, подобно нам, что жизнь и действительность непременно сопряжены с невежеством и хамством, равно как и с другими синонимами двух этих слов. Вовсе не в поисках жизни вращался Орландо среди простолюдинов. Вовсе не в погоне за действительностью он их оставил. Но выслушав в сотый раз, как Джек потерял свой нос, а Сьюке свою невинность, рассказывали они об этом, надо сказать, прелестно, он несколько затасковал от повторения, потому что нос может быть отрезан всего одним манером, как и потеряна невинность, или ему так казалось. Тогда, как разнообразие в искусствах и науках живо задевала его любознательность, а потому, навсегда сохранив о них благодарную память, он перестал посещать пивные и кегельбаны, серый плащ засунул в шкаф, и, сверкая звездой на шее и подвязкой на колени, снова явился при дворе короля Якова. Он был молод, он был богат, он был хорош собой. Никто не мог быть встречен с большей готовностью и ободрением, чем он. Во всяком случае, многие дамы, и это достоверно известно, стремились его осчастливить. Три имени, по крайней мере, открыто сопрягались с его именем и титулом. Хлоринда, Фавила, Ефросиния, так он их называл в сонатах. Изложим по порядку. Хлоринда была весьма изысканная, тонкая особа. Во всяком случае, Орландо был не на шутку ею увлечен шесть с половиной месяцев. Но у нее были белые ресницы, и она не выносила вида крови. Из-за жареного зайца на родительском столе она упала в обморок. К тому же она подпала под влияние попов и экономила на нижнем белье, чтобы подавать милостыню. Она взялась наставлять Орландо на путь истинный, и это оказалось так противно, что он сбежал и не очень в том раскаивался, когда она в скорости умерла от оспы. Фавила, следующая, была из совсем другого теста. Дочь бедного самерсетского дворянина. Исключительно благодаря собственному усердию и неустанной работе прекрасных глазок она пробилась ко двору. А там уж искусность в верховой езде, изящная поступь и легкость в танцах снискали ей всеобщее расположение. Однажды, тем не менее, она имела неосмотрительность так отстегать спаниеля, разодравшего ей шелковый чулок. Справедливость ради следует заметить, что чулок у Фавилы было немного, да и те в основном простые, что тот чуть не отдал Богу душу под самым окном у Орландо. Орландо, страстный любитель животных, тотчас разглядел, что зубы у Фавилы кривые, а два передних торчат, объявил, что это вернейший признак жестоких и порочных наклонностей в женщине и в тот же вечер разорвал помолвку навсегда. Третья, Ефросиния, была, безусловно, самым серьезным его увлечением. Она происходила от ирландских дезмондов и фамильное ее древо таким образом было не менее древним и глубоко укорененным, чем у Орландо. Она была светловолоса, цветущего здоровья и развеса мою малость флегматична. Она свободно изъяснялась по-итальянски, сверкала прелестным рядом верхних зубов, хотя нижние, быть может, и были чуточку не так белы. Она показывалась на людей не иначе, как с гончей либо со спаниелем на коленях, кормила их белым хлебом с собственной тарелки, дивно пела под клавесин и всегда была не одета до полудня, так тщательно она следила за собой. Одним словом, самая подходящая партия для высокородного юноши подобного Орландо. И дело было на мази, стряпчие с обеих сторон уже пеклись о брачном договоре, вдовьи и доли наследства, приданном, резиденциях и прочем, что требуется утрясти, чтобы одно большое состояние сочетать с другим, когда вдруг с резкостью и суровостью, присущими в те времена английскому климату, нагрянул великий холод. Великий холод, свидетельствуют историки, превосходил суровостью все холода, когда-либо выпавшие на долю этих островов. Птицы гибли на лету и камнем падали на землю. В Норвиче одна молодая крестьянка, пустившись через дорогу во всегдашнем своем крепком здравии, при всем честном народе была застигнута на углу ледяным вихрем, обращена в пыль и в таком виде взмитена над крышами. Смертность среди овец и крупного рогатого скота достигла небывалых показателей. Трупы промерзали так, что их не удавалось отодрать от почвы. Нередко приходилось видеть на дорогах недвижные стада замороженных свиней. В полях то и дело попадались пастухи, крестьяне, табуны коней, мальчики, пугавшие птиц, загубленные морозом во мгновение ока. Кто, ковыряя в носу, кто, прикладываясь к бутылке, кто, целясь камнем в ворону, которая, в свою очередь, чучелом торчала на ограде в метре от него. Мороз так свирепствовал, что его следствием порой являлось некое окаменение. Полагали, что множеством новых скал в известных своих частях Дербишер обязан вовсе не извержению вулкана, ибо такового не наблюдалось. Но отвердению несчастных путников, в буквальном смысле слова, застывших в пути. Церковь ничего не могла поделать. И хотя кое-кто из землевладельцев чтил эти останки, большинство предпочитало их использовать как межевые вехи, указательные столбы, или когда форма камня позволяла корыто для скота, каковым целям они по большей части превосходно служат и поныне. Но пока сельский люд страдал от лютых бедствий и жизнь в глуши застопорилась, Лондон предавался пышным празднествам. Двор находился в Гринвиче, и новый король задумал устроить всеобщее веселение по случаю собственной коронации, чтобы подмаслиться к подданным. По его повелению реку, промерзшую на двадцать футов в глубину и в обе стороны миль расчистили, изукрасили и превратили в парк с беседками, лабиринтами, аллеями, питейными киосками и прочими развлечениями. Все на его счет. Для себя и придворных он выговорил известное пространство прямо против дворцовых ворот, каковое отгороженное от публики всего лишь шелковой лентой, тотчас сделалось средоточием самого блистательного общества Англии. Важные государственные мужи в жабой бородах вершили судьбы отечества под малиновым навесом королевской пагоды. Военачальники замышляли падение мавра и разгром турченина в полосатых шатрах, венчанных страусовыми перьями. Адмиралы важно ступали по узким тропкам с бокалом в руках, озирая горизонты, рассуждая о северо-западном походе и испанской армаде. Возлюбленные пары омурились на соболями устланных диванах. Мерзлые розы градом сыпались на королеву, гулявшую в сопровождении придворных дам. Разноцветные шары недвижно парили в воздухе. Там и сям пылали в огромных праздничных кострах дубовые и кедровые поленья, густо посыпанные солью, так что пламя казало зеленые, рыжие, лиловые языки. Но, как ни жарко горело, оно не могло растопить лед, который при небывалой своей прозрачности мог твердостью поспорить со сталью. Так прозрачен был лед, что на глубине нескольких футов можно было разглядеть, где застывшего дельфина, где форель, недвижно лежали косяки угрей и вопрос о том, состояние ли это смерти или всего лишь забытья, из которого могло бы вывести тепло терзал мыслителей. Близ лондонского моста, там, где река промерзла сожжений на двадцать, на дне была отчетливо видна баржа, затонувшая осенью под неподъемным грузом яблок. Старуха-маркетантка, поспешавшая с товаром на суройскую сторону на рынок, сидела в своих платках и фижмах с яблоками в подоле, и можно было поклясться, что она их предлагает покупателю, если бы некоторая голубоватость губ не выдавала горестную правду. Это зрелище особенно развлекало короля Якова, и он приводил сюда придворных на него полюбоваться. Словом, трудно передать, как весело и живописно тут было днем. Но по ночам праздничное настроение достигало высшей точки, ибо мороз не отпускал, ночи стояли тихие, луна и звезды сверкали с упорством бриллиантов, и под нежные звуки гобоев и лютней двор танцевал. Орландо, надо признаться, был не силен в куранте или вольте, скорее неловок и несколько рассеян. Простые танцы родной страны, к которым был приучен с детства, он явственно предпочитал этим чужеземным выкрутасом. Он как раз сомкнул пятки, заключая очередной минуэт или кадриль в шесть часов вечера седьмого января, когда скользнувшая из шатра московитов фигурка, не то мальчика, не то девушки, ибо свободны камзолы-шальвары по русской моде скрывали пол, привлекла его сугубое внимание. Эту, какого бы ни была она пола, особу, небольшого роста и редкой стройности, всю облекали бледно-серого цвета бархаты, отороченные невиданным зеленоватым мехом. Но подробности затмевались ослепительной соблазнительностью особы. В мозгу Орландо сплетались и свивались самые дерзкие и странные метафоры. Он назвал ее дыней, ананасом, оливой, изумрудом, лисицей на снегу. И все за три секунды. Он сам не знал, видел он ее, слышал, пробовал на вкус, или все это сразу. Ибо, хотя мы обязаны ни на мгновение не прерываться в своем повествовании, мы можем, однако, походя, заметить, что все образы его в то время были чрезвычайно просты. Под стать его же чувством и по большей части навеяны предметами, вкус или вид которых ему нравился в детстве. Но, будучи просты, его чувства были и на редкость сильны. Поэтому нам нет нужды здесь останавливаться и доискиваться глубоких причин. Дыня, изумруд, лисица на снегу, так бредил он, так ее называл. И когда мальчик, ибо это, увы, был, конечно, мальчик, может ли женщина так бешено, так стремительно носиться на коньках, чуть не на цыпочках промчался мимо? Орландо готов был рвать на себе волосы с досады, что особо оказалось одного с ним пола. И про объятия нечего и думать. Но вот конькобежец снова приблизился. Ноги, руки, осанка были мальчишеские. Но мог ли быть у мальчика этот рот? Могла ли быть у мальчика эта грудь? Могли ли быть у мальчика эти глаза, словно выуженные со дна морского? Наконец, присев в обворожительном, дивном реверансе перед королем, который, опираясь на придворного шаркал мимо, она остановилась. Она была совсем рядом. Она была женщина. Орландо смотрел, дрожал, его бросало в жар, трясло в ознобе. Его мучительно тянуло бежать сквозь летний зной, давить пятками желуди, обнять дубы и буки. На поверку же он задрал верхнюю губу над белыми мелкими зубами. Ощерился, как для укуса, щелкнул челюстью, будто уже укусил. Леди Ефросиния повисла у него на локте. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским Домом Союз и издательством Покидышев и Сыновья. Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...